Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я стою на горе Сион в городе Иерусалиме, и уверяю вас, друзья, пророчества исполняются прямо на наших глазах. Люди из всех стран съезжаются в Иерусалим. Европейцы приезжают сюда, чтобы поклониться Господу. Приезжают христиане из всех стран мира. А в этот город приезжают даже люди из мусульманских стран. Это потрясающе. Посмотрите прямо за мной гора Сион. Я расскажу вам о том, что произошло на этой горе. Это событие — секрет того, как быть успешным в ваших делах для Бога и получить благословение во всех делах ваших рук. Это будет очень практичное учение. Послушайте внимательно то, что я расскажу, поскольку это будет небольшое исследование. Я слышал эти факты и могу их подтвердить. У меня в руках лист бумаги голубого цвета, это мои заметки. Эта кричь пойдет о законе 5%. Первое. Только 1% людей доходит до вершины. Это значит, что им удается достигнуть того, что они хотят сделать и обрести в этом успех. Они благословлены, потому что нашли свое предназначение. Только 1% из 100 доходит до вершины. Второе. Только 4% достигают уровня лидеров. Это главы компаний, главы небольших фирм, пасторы церквей и лидеры организаций. 95% людей остаются на прежнем месте и довольны им, как бы это прискорбно ни звучало. Это значит, что только 5% людей, предпринявших попытку что-то сделать, чувствуют себя успешными или на 100% успешны в том, чего достигли. 1% видит препятствия и тут же их преодолевает. Поэтому они успешны. 4% видят препятствия и в итоге преодолевают их. 95% видят препятствия и могли бы их преодолеть. Поэтому многие люди меняют одно положение на другое или одну работу на другую. Они несчастны там, где они есть и никак не могут найти свое место. Теперь мой к вам вопрос. В чем разница между людьми, которые могут воплотить видение или мечту в жизнь и исполнить свое предназначение, и людьми, которые не могут ни с чем справиться? Много лет назад Бог призвал меня в служение и дал мне план по достижению людей из 7 пунктов. Мне было всего 18 лет. Я стремился исполнить каждый из пунктов, данных мне Господа, и мы увидели, как наше служение достигает всего мира Евангелия Иисуса Христа через программу «Фестивальман». Но это еще не все. Бог дал мне название этой программы за 12 лет до того, как мы попали на телевидение. Бог дал мне план, как это сделать. Могу сказать, сперед Господом и для славы Божией, все, что Он вкладывал в наш дух, будь то Международный Центр Омега, Международная библейская онлайн-школа слова, или что-то еще, Он же помогал осуществить. Я ставил цель и шел к ней, зная, что это воля Бога. Но есть большой секрет. Многие люди это не ценят, не понимают и не изучают. Однако я должен строить на слове. Я поведу вас в слово, чтобы поведать захватывающие истории. Они помогут вам понять то, чем я хочу сегодня с вами поделиться. Во-первых, прочту вам стих из Евангелия от Матфея, из 17 главы. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежда же его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Считается, что у Иисуса было три ближайших ученика – Петр, Иаков и Иоанн. Возникает вопрос, чем Петр, Иаков и Иоанн отличались от остальных девяти учеников. Вспомним, что сделал Петр. Начиная со дня Пятидесятницы, он был лидером еврейской ветки церкви. Апостол Иоанн написал книгу «Откровение» – «Великое апокалиптическое видение последних дней». И Иаков был лидером христианской церкви в Иерусалиме. Итак, Петр, Иаков и Иоанн. Теперь вопрос, а что с остальными учениками? К примеру, что сделал Андрей, Варфоломей, Филипп, Фома, Фаддей или Симон? Что они сделали? Вы не читали написанных ими книг в Библии? Вы не читали их послания? Из книги мучеников Фокса мы знаем, что все они, кроме апостола Иоанна, умерли как мученики. Мы еще поговорим об этом. Но почему так? Если в вашей семье много детей, почему одни преуспевают, а остальные лишь пытаются? Если в вашей семье несколько поколений, почему одни преуспевают в том, что делают, а другие нет? Кто-то предположит, что это результат усердного труда. Одни только мечтают о чем-то, тогда как другие это делают. Другими словами, одни слушатели слова, а другие исполнители слова. Есть люди, у которых появляется видение или мечта, и они сразу ее воплощают. А другие, даже спустя пять лет, по-прежнему лишь говорят о своей мечте. Теперь поговорим о лидерстве. Врожденное ли оно? Рождаетесь ли вы с определенной лидерской ДНК, или лидером можно стать? Вы рождены быть последователем, или рождены, чтобы другие последовали за вами? Я расскажу вам две истории. Много лет назад шла Корейская война. Наверняка кто-то о ней слышал. Когда корейцы начали захватывать военнопленных из США, они кое-что подметили. Несколько дней пленных держали вместе, а затем разделили. Корейцы заметили, что заключенные тянулись к определенным людям, и часто вели с ними какие-то разговоры. Стало понятно, что эти люди — лидеры, и они непременно запланируют победу. Тогда лидеров отделили от остальных солдат. Солдаты остались без лидеров, без тех, кто скажет им, что делать и как. Лидеров также отделили друг от друга и поставили над ними особую группу солдат. Корейцы понимали, что лидер обязательно вынудит остальных последовать за ним. То же самое произошло во время войны с Германией. Немцы поступили так же. Они захватили американских военнопленных и разделили их на две группы. Какое-то время они наблюдали за этими солдатами и заметили, что пленные тянулись к определенным солдатам. Этих солдат переселили в отдельный лагерь. А прочих обычных солдат оставили самих по себе. Получилось две группы — лидеры и последователи. И так было всегда. Есть люди-лидеры, и есть последователи. Как объяснить светским людям, что заставляет человека следовать за служением? Кто-то скажет, что дело в личности служителя или в его одаренности. Кто-то из харизматов и пятидесятников скажет, что дело в действии помазания или силы Божьей в этом служении. Кто-то предположит, что дело в учении слова. Я питаюсь словом в конкретном служении. Однако истина лежит глубже. Я объясню ее на примере могучих воинов Давида. Мы возьмем стихи из 23 главы Первой Книги Царств и 23 главы Второй Книги Царств. Библия говорит, что царь Саул преследовал Давида в пустыне и пытался его убить. Те, кто читал эту историю, полагают, что Саул преследовал или пытался каким-то образом убить Давида. Примерно 21 раз. Библия учит, что у Давида было 600 сильных воинов. Эти люди решили последовать за Давидом. Они отделились от Саула и предпочли последовать за Давидом, зная, что он был помазан стать следующим царем Святой Земли. В 23 главе Второй Книги Царств сказано, что из 600 человек, 30 человек были наиболее сильными. Эти люди отличались от других. Они всегда были готовы сражаться, и потому Давид посылал их на битву. Затем мы читаем, что в числе этих 30 было трое самых сильных. Так что из 600 воинов у Давида было только трое сильнейших, отличающихся от всех остальных. Это очень низкий процент. Ранее я сказал о законе 5%, который гласит, что только 5% людей в жизни счастливы, зная, что они преуспели в том, что делают, и были успешны во всем, к чему прилагали усилия. Кем же были эти три воины, которые были сильнее всех остальных вместе взятых? Из 600 мужчин, 30 были сильнейшими. Трое были сильнейшими из 30. Эти трое явно выделялись. Библия называет их имена во Второй Книге Царств, 23 главе, с 8 по 13 стих. Человек по имени Есбосеф однажды поразил 800 человек своим копьем. Это была выдающаяся битва, а тем более для любого солдата. Этот человек, этот воин, был решительным и уверенным в победе. Второго звали Елиазар. Он дрался с врагами Израиля, пока рука не прилипла к мечу. Он не мог разжать пальцы, потому что очень долго держал свой меч. Он был одним из троих сильнейших воинов Давида. Третьего воина звали Шам. У него было поле Чечевицы. Филистимляне наступали на это поле, и однажды Шама сказал, «А вы заняли мое поле в последний раз». Он поразил всю филистимскую армию, которая посигнула на его частную собственность. Итак, этих людей звали Избосеф, Елиазар и Шама. Итак, из 600 воинов 30 человек выделялись особо, и только трое выделялись из 30. В чем же закон 5%? Мы поговорим об этом через минуту. Оставайтесь с нами. Я расскажу вам о событии, которое является секретом для того, как вы можете стать тем, кем хочет видеть вас Бог, получить его благословение и благоволение. Это очень важная тема. Сейчас мы ее раскроем. 5% бизнеса растут и непрерывно процветают. 5% служителей в церквях — это те, кто влияют на общину, превращая ее в крупную церковь. 5% спортсменов преуспевают в колледжах, а затем продолжают карьеру. В среднем на 5% людей в церквях, я говорю и о малых, и о крупных церквях, приходится большая часть работы, большая часть пожертвований и большая часть молитвы. Теперь я задам вам очень важный вопрос. Ваша судьба — быть средним, одним из большинства? Вы тот, у кого нет генов удачи. А может, в вашей семье неудачные гены? Вам тоже достались плохие гены, и потому вы принимаете плохие решения? Ну, некоторые так и думают. Вы родились сильной или слабой мотивацией? Вы не можете делать то, что вам хочется, потому что не хватает мотивации? Если вам кажется, что у вас плохие гены, если вы считаете, что родились без мотивации, и считаете, что ваша судьба — быть посредственным, тогда у меня есть то, что изменит вашу жизнь. Подумайте вот о чем. Недавно я спросил у вас, что произошло с Андреем, Варфоломеем, Фомой, Симоном, Филиппом, Фаддеем и остальными. Эти люди — ученики Иисуса, часть его двенадцати. Почему мы постоянно слышим о Петрие, Иакове, Иоанне, но ничего не слышим об этих людях? Возможно, потому, что они не написали ни одной книги в Библии. Возможно, потому что они не были приближены к Иисусу. Однако все они умерли как мученики. Единственным из учеников Иисуса, кто умер естественной смертью, был Иоанн. Это тот самый Иоанн, ученик Иисуса, который написал Евангелие от Иоанна, три послания и книгу Откровения. Он умер в возрасте около ста лет, когда вернулся с Патмоса с книгой Откровения. Так в чем была разница? В чем было отличие? Почему эти ученики спрятались, когда Иисус воскрес, опасаясь, что кто-то лишит их жизни? Когда Иисус воскрес из мертвых, ученики были в доме, где все окна и двери были закрыты. Почему позже эти ученики умерли как мученики? Ответ сокрыт в том, что произошло на этой горе. Есть поверье, что на этой горе есть комната под названием Верхняя Горница. Мы знаем, что Верхняя Горница была местом встречи учеников в первой главе Деяний, прямо перед наступлением Дня Пятидесятницы. Многие считают, что события Дня Пятидесятницы и сошествия Духа Святого произошли в комнате в храме, где все собрались вместе. На этой встрече, наряду с мужчинами, были и женщины. Мария, Матя Иисуса и другие. Мы полагаем, что в День Пятидесятницы все 120 человек исполнились Духом. Я, пожалуй, зачитаю вам этот стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Дамы и господа, Симон Петр три раза отрекся от Господа, опасаясь за свою жизнь. Однако, что интересно, Симон был крещен Духом Святым в День Пятидесятницы и был тем проповедником из второй главы Деяний, который проповедовал Евангелие воскресшего Иисуса. Именно Петр увидел обращение 300 человек и крестил их в воде, возможно, в Большом водоеме или в Купальне Села, которое находится там, в долине. В День Пятидесятницы Петр крестил 300 новообращенных. Я говорю вам об этом, потому что хочу, чтобы вы поняли, их изменило то, что произошло на этой горе много веков назад. Они исполнились Духом Святым. Если вы не верите, что эти ученики исполнились Духом Святым, значит, вы не читали историю. Согласно книге мучеников Фокса, Филипп пошел в Верхнюю Азию и там был распят. Матфея забросали камнями в Иерусалиме и позже обезглавили. Андрей пошел в Одессу, проповедовал Евангелие и позже был распят. Варфоломей, который перевел Евангелие от Матфея в Индии, там же был избит и распят. Фома, который тоже пошел в Индию, творил чудеса, но был пронзен копьем. Сегодня христиане Индии могут показать вам место, где это произошло. Петр пошел в Рим и, согласно ранней истории, был распят вверх ногами, поскольку считал себя недостойным быть распятым так же, как его Господь. Я веду к тому, что именно крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым изменило этих людей. А теперь расскажу вам собственную историю. Мне не нравилось ходить в школу. Какой бы ни была школа, она не нравилась мне в принципе. Мне не нравилось учиться, мне нравился спорт и творчество. Им я мог посвящать дни напролет, но все остальное мне было неинтересно. Сейчас меня слушает множество детей, чьи родители говорят, «Ты должен лучше учиться в школе и получать хорошие оценки». Честно говоря, мне было все равно. Но затем Бог крестил меня Духом Святым и призвал меня проповедовать. Когда Бог призвал меня в служение, мне было 16 лет. Я начал изучать Библию и много молиться. Особенно после школы и по вечерам вместе с молодежью и с церкви моего отца. Со мной что-то произошло. Это были перемены в разуме и эмоциях. Когда Бог призвал меня в служение, я начал проводить время в молитве. Мои оценки стали лучше. Мне понравилось учиться. Когда я начал изучать Библию и узнавал то, чего не знал раньше, мне хотелось учиться еще больше. Это помогло мне и в изучении английского, географии, истории и остальных предметов. Родители, послушайте меня очень внимательно. Позвольте своим детям пережить силу Духа Святого. Я очень рад, что три раза в год мы проводим фестиваль воинов в Международном центре Омега в Кливленде, штат Теннесси. К нам приезжают по пять тысяч человек. Родители говорят мне, что когда их дети спаслись и исполнились Духом Святым, они стали лучше учиться, и их оценки стали выше. Дух Святой расширяет и Дух, и Душу, и разум. Это делает сила Божия. Так проявляется сила Бога. Она меняет нейросистему, и я говорю серьезно. К примеру, профессор Ньюберг выпустил свои удивительные лекции на дисках о религии и человеческом мозге. Он говорит о том, что вера, писание и молитва влияют на человеческий мозг и буквально преображают вас. Если вы один из тех, кто еще не ощущает себя успешным жизнью, вам не только нужны заветные отношения с Иисусом Христом, чтобы узнать волю Бога на вашу жизнь. Через эти заветные отношения вам нужно наполниться Духом Святым. Дух Святой — это дар от Бога. Он наделяет вас силой и дает вам возможность свидетельствовать. Я был очень застенчивым, но когда Бог призвал меня проповедовать и крестил меня Духом Святым, ко мне пришла смелость. Дух Святой даст смелости вам. Дух Святой будет созидать вашу веру. Дух Святой поможет вам молиться. Когда вы не знаете, как молиться, он переориентирует вашу жизнь и даст вам способности и дары, будь то дары Духа из Первого Послания к Коринфянам, дары в сфере управления или какие-то другие дары. Он поможет вам учиться, расширяя ваши возможности и мышления. Если кому-то из вас сложно изучать что-то новое, сложно учиться в школе или университете, проводите больше времени в молитве. Начните с 15 минут молитвы к Богу каждое утро и каждый вечер. Начинайте с нее свой день. Что-то изменится и естественно, и духовно, благодаря силе молитвы. Исследования это доказали. Ученые и доктора-христиане, изучавшие эту тему, доказали, что молитва и молитва в Духе, то есть молитва на языках Духа Святого, дает потрясающие результаты. Поймите правильно. Цель не в том, чтобы стать успешным. Однако вы автоматически начнете преуспевать в том, что делаете, когда начнете следовать за Господом, через пост, молитву и изучение Слова. Я уверяю вас, из очень плохих мои оценки превратились в четверки и пятерки, когда я стал больше времени проводить в изучении Библии и в молитве. Слово Божие бодрит вас, наполняет жизнью ваш дух, разум и все тело. Так что, если хотите узнать секрет успеха в делах, которым вы прилагаете силы, в своих размышлениях и задачах, которые ставит перед вами Бог, это послушание Господу и сила Духа Святого. Сегодня, стоя у горы Сион, на крыше прекрасного отеля с видом на Иерусалим, я хочу сказать вам, что Бог дал вам способность через Его Слово и Его Дух не только следовать за Ним, но и быть успешным во всех делах ваших рук, и не только рук, но и вашем мышлении. Он ваш помощник. Не переключайтесь, у меня есть новое предложение, и я расскажу вам о грядущих планах, оставайтесь с нами. Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету, комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос, вы еще будете высылать эти комментарии? Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, в последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую, древнееврейскую, учебную библию Пэристоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки глубина Исаии. В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего Озеро Огненное. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на Земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали? Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефону, указанному на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвования в 160 долларов. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или я отправлюсь на небеса, я хочу оставить вам комментарии к Ветхому и Новому Завету. Это книга комментариев к Ветхому Завету уже доступна. Закажите ее. Тираж ограничен и не продается в книжных магазинах, поэтому у вас еще есть время. Благословений вам! Книга Даниила вероятно одна из самых уникальных и сильных из всех книг Библии. А в наших комментариях книги Даниила мы углубляемся в историю, символизм и древнееврейский пророческий взгляд. Получив эту книгу, обратите особое внимание на книги пророков, потому что одна треть Ветхого Завета еще не исполнилась. И это захватывает. Слово Божие всегда меня изумляло. А теперь расскажу о наших поездках. 25 и 26 октября мы будем в Хиккоре, штат Северная Каролина. Хиккоре метро конференцентре. Затем 27 октября я еду в город Ньютон, штат Северная Каролина, церковь Христос Живой. Жители Западной Ирджинии и города Саммерсвиль, обратите внимание, с 8 по 10 ноября христианская Гимназическая Академия Новая Жизнь мы проведем последнее служение пробуждения в Штатах в этом году. Затем мы едем на Святую Землю, где будем снимать новые выпуски нашей программы. Я прошу наших партнеров молиться за хорошую погоду. Обычно в ноябре мы едем в Израиль на три недели. Большинство выпусков фестиваля Манны записываются именно там. Мы просим Господа подарить нам хорошую погоду. Порой там идут дожди, чаще ночью или рано утром. Но снимать на улице в дождь невозможно. Поэтому молитесь за нас, чтобы погода позволила нам снимать. Мы знаем, что у наших программ высокие рейтинги на всех телевизионных сетях, в том числе потому, что люди из исламских стран любят смотреть на Средний Восток и ту часть мира, куда они не смогут поехать. Нас смотрят евреи со всего мира, поскольку многие программы снимаются в Израиле. А христиане из разных стран либо бывали на Святой Земле, либо никогда не смогут туда поехать. Мы рады, что имеем возможность снимать тут. Иногда мы записываем программы на различных наших конференциях. Тем не менее, знайте, что фестиваль Манна достигает всего мира. Люди в разных странах спасаются буквально каждую неделю. Самое прекрасное в этом то, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной в свидетельство всем народам. И вот тогда придет конец. Затем он говорит о периоде скорби. Я думаю, что конец, который придет после проповеди Евангелия, говорит о конце срока Церкви и Божьей благодати. Затем, когда произойдет возвращение Господа, все внимание будет сфокусировано на времени великой скорби, о которой сказано в книге Даниила, ветхозаветного святого и в книге Откровения. Возможно, вы никогда не принимали Господа Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я говорю не о посещении Церкви и не о том, чтобы стать религиозным, я говорю о реальном переживании Иисуса Христа, когда ваше сердце меняется, а ваш дух снова принадлежит Иисусу Христу. Вы принадлежите Богу, Он ваш Отец. Мы просим вас принять Христа как Господа и Спасителя. Попросите Его войти в ваше сердце, простить ваши грехи, стать Господом вашей жизни. И вот, что я скажу, если вы хотите знать, реально ли христианство, я говорю не о религии, не о храмах, а о реальном опыте. Я видел перемены, которые совершал Бог в жизни людей, и они были столь радикальными, что люди никогда бы не совершили такое сами. Еще одно. Это сила в имени Иисуса Христа. У этого имени есть власть в любом народе Земли. И третье, это крещение Духом Святым со знамением молитвы на молитвенном языке. Вывод, Бог реален, служите Ему. Увидимся через неделю на фестивале Манны.